Пока не захоронен последний солдат, война не закончена. Слоган и смысл деятельности поисково-спасательной организации «Китиш». Вот уже четверть века они ищут и находят. Их ряды регулярно пополняются добровольцами, которых объединяет единая цель – помочь людям. Есть отличительные особенности у клуба «Китиш», у поискового отряда. Это то, что они постоянно вовлекают молодежь в эту работу. Здесь и школьники, и студенты, и всегда-всегда молодежь, несколько поколений за 25 лет прошло через вот это движение. Конечно, это лучшая воспитательная работа. Торжественное мероприятие прошло в дружеском формате. За чашкой чая встретились несколько поколений участников клуба. Поздравить их с юбилеем пришли депутаты-единороссы, представители других поисково-спасательных организаций и те, с кем сложились теплые взаимоотношения. Это благодарная работа, благодарный труд. Каждого воина, которого вы находите, его душа, как говорят, улетает где-то. А если искали его медальон, установили его фамилию, то это, вы знаете, какую пользу принесли для, в общем-то, не то, что для семьи, близких, родственников, а в целом для нашего народа, в целом для страны. Первое и самое важное, на что обращает внимание руководство клуба – военно-патриотическое воспитание молодого поколения и пропаганда здорового образа жизни. Уже с 12 лет подростки активно принимают участие в деятельности организации, выезжают на сборы, участвуют в поисково-спасательных мероприятиях. Неизменное правило действует на территории Одинцовского округа. В год проходит около двух экспедиций и более 15 полевых выездов. За годы, когда существовал польской отряд, найдены сотни останков советских бойцов. Они достойны перезахороненной помощи администрации. Десятки имен установлены, увековечены на памяти, как найдены родственники. Родные люди узнали, что их солдат, он не пропал без вести, дал жизнь за родину, в битве за Москву и был похоронен. Дружный коллектив насчитывает 30 человек, 15 из которых принимают активное участие в деятельности клуба. За 25 лет успешной работы было реализовано несколько военно-мемориальных проектов. Среди них создание электронной книги памяти и каталога воинских памятников и мемориалов Одинцовского округа. Человек умирает два раза. Первый раз физически, а второй раз, когда о нем умирает память. И вот эта работа направлена именно на сохранение памяти, на то, чтобы, как говорится, никто не забыть, ничто не забыть. Арсению Слинько 14 лет. Он состоит в клубе уже год. За это время научился разбивать палаточный лагерь, ориентироваться на местности и, самое главное, вести раскопки. Ситуации на выезде бывают разные. С ребятами работают опытные наставники и психолог. Прямо около лагеря, под вышкой ЛЭП, в 10 метрах от первого дома деревни, мной был выкопан второй шурф, в котором были обнаружены человеческие останки. Впоследствии был произведен доскональный раскоп, там, где было найдено в общей сложности 102 человека. Их потом, после завершения всех этих работ, забрал Следственный комитет Российской Федерации. Такая деятельность воспитывают в юных мальчишках настоящих мужей Отечества. Они чувствуют свою важность и, не задумываясь, спешат на помощь. Я могу установить судьбу человека, который неизвестно, когда погиб, где погиб, в каких обстоятельствах, кто это вообще. Мне хочется только продолжать. Елена Краева, Фарид Хайрединов, телекомпания «Одинцова».